Друзья, всем привет, я Димас, на канале Кукс Бразер Хукс, оператор Антон со мной сегодня. Такая рыбка, щучка, и как бы решили пирог испечь. Говорят, он знаменитый на весь мир, киш. Ну, киш будет по как бы нашим всем пониманиям, естественно, без лососей, без овощей там особых. Для теста нам понадобится мука, соль, сахар, естественно, масло сливочное будем использовать. И желток. И водичку еще добавим, чтобы свои нюансы были. И алкоголь крепкий, потому что там пару ложек в столовых. Водка у нас будет. И в дальнейшем начинка у нас будет, это щучка с луком жареная. И все зальем, у нас будет заливка из яйца и сливок в 20%. Начинаем приготовление, берем муку просеянную, 200 грамм, обычную пшеничную. И берем сливочное масло. Мороженое такое, из холодильника. Подстывшее можно. Либо кубиками нарежьте, либо там натрите на терке. И все, это так мните. Разминаете. Если у вас есть блендер, можете сделать все с помощью блендера большой емкости. Если у вас такая есть кола чаша. У нас там большого нет. Из-за этого с помощью вилочки делаем. По старой традиции, советской. Сразу добавьте соли. И сахара. Если у вас масло соленое или сладкое какое-то, добавьте поменьше. Где-то по чайной ложке. И продолжайте замес. Также можете это сделать, когда размяли все. С помощью рук пальцами вот так перетирайте муку. Добавляем желток. И аккуратно все туда перемешиваем. И добавляем ложку сметаны столовой. И тоже все перемешиваем. Вот так же добавим водки нашей немножко. Если есть у вас какая-то другая, добавьте другую. Где-то почти столовая ложка тоже. Как говорят, чтобы хрустело наше песочное тесто. Сейчас проверим. И добавим, наверное, одну столовую ложку холодной воды. Ну вот, получается такое вот тесто. Какое получается. И пойдем сейчас щеку разделывать. Ну вот, мы пока разделались с тестом. Оно с того отдыхало. Мы разделались с нашей рыбой. Вот, нарезали лук и рыбу. Рыбу не буду жарить щечку. Рыба, она быстро готовится. А лук немножко обжаришь, чтобы ушла эта горечь. И он стал не такой хрустящий. Я переживаю, что он как-то это не пропечет все-таки. А тут он будет и цвет приятный, он и сладковатый вкус. Так что обжарим лучок. Добавим маслице. Растительное. И лук закинем наш. До золотистого цвета. Ну, можно, чтобы добиться этого, еще добавить. Сливочное масло чуть-чуть тюрем. Посмотрим. Ну вот, смотрите, такой лук приобретает золотистый цвет. На камеру, конечно, не такой яркий. Но золотистый. Он сейчас постоит немножко. И будет такой прозрачный. Ну, и как бы дойдет еще в духовке. Он уже как бы такой сладковатый стал на вкус. Безумно вкусный. Со сливкой смешается будет вообще обалденно. Так что мы его снимаем с огня. И приступаем к смеси. Смесь простая у нас. Яйца обычные. Не, домашние. Три яичка возьмем. Слышал такую вещь, что не рекомендую бить ножом яйца. Ни там, ни острым, ни тупым. Потому что, когда вы бьете по скруппе, попадаете. И очень мелкие фракции выпадают. Ну, как бы, желудок переваривает. Но все же. Лучше разбить как-то в какую-то гладкую поверхность. Чтобы, если будут видны большие вкрапления. Ну, чтобы их достать. Вот, и решили мы добавить немного песто. Песто покупное, не домашнее. Домашнее не успели сделать в этом году. Такой вкус Италии небольшой. Хотя там киши-то французское. Французский пирог. Но, как бы, все равно чуть базиликовый аромат добавить. Как бы, тут и сыр содержится, орехи, и масло. Ну, как бы, добавим чайную ложечку. И сливки. Где-то 100 миллилитров, может быть, чуть побольше. Сейчас добавим, посмотрим. И все это перемешиваем. Как бы, можете отдельно яйца замешать. Потом, как бы, сливки добавить. Там, сметану, что вы там добавляете. Наверное, как-то отличается это все по замесу. Но, мне кажется, вообще без разницы. Как бы, там, добавили что-то. Как бы, яйца не всегда жидкие будут. Вот, как бы, если чуть густовато, добавьте, там, еще сливок или воды. Ну, как бы, на вид отлично. И все, смесь готова. Приступаем. Сейчас будем выкладывать наши ингредиенты, заливать смесь и ставить духовку. Ну, вот, друзья, мы приступаем к заполнению нашего дна, сочное тесто. Можете запечь его заранее, немножко испечь. Мы не будем этого делать, попробуем, что так получится. Вот, на дно я выложу лук. По всей поверхности попытаться его распределить. Надо стараться. Лука достаточно много, но будет вкусный, сладкий лук, жареный. Тем более, заливки с яйцом. Вот, и также щеку нашу тоже распределяем по всей поверхности, стараемся. Порезал ее помельче, чтобы там кости все-таки встречаются. Щучка была небольшая. Ну, здесь, наверное, грамм 200. Ну, соответственно, лука тоже 200-250. Ну, примерно. Не хотелось вырезать, мучиться там с этими костями. Мельче порезали, они все все равно почти не будут заметны. Ну, смотрите, вот, вроде по всей поверхности распределил. Все сопутствующие ингредиенты. Все соленое там, но я как бы еще присолю немножко, чтобы он не пресный был там наш пирожок. Кто хочет остринку, добавьте чуть-чуть остринки. Может, все смесь добавить, я не стал. И аккуратно, аккуратненько по всей поверхности распределим. Ну, вроде нормально умещается, лишнее ничего не вытекает. Ну, сейчас ее притопим. Так, все распределили, как бы, ну, вот, сами видите, так вроде все уместилось, даже ничего не вытекает почти за края. Ну, как поднимется там это все, яйца там подобные. Температура почти 280, верхний с режимом. И ставим на нижнюю полочку. Наш чудо-пирог. И закрываем. Друзья, смотрите, вот такой получился киш у нас, а-ля Рязен. С щукой, с луком. И, как бы, заливка стандартная. Ну, в принципе, пропекся он. Выпекался минут где-то 30, не меньше, при температуре 200 градусов. На запах приятный, на вид тоже такой ничего. Получился невысокий, буквально 2 сантиметра. Ну, я специально так сделаю, переживал, что, может быть, он ее не пропечется. Ну, для киша нормально. Ну, да, достаточно ничего вкусного, съедобного. Сейчас попробую посушить вот где-то. Вообще не чувствую, что это щука. Не зря добавили песто. Немножко она вот убила вот этот речной привкус рыбы. Ну, и рыба такая небольшая была, не старая. Вот, а так, как бы, ну, пирог достаточно легкий получается по приготовлению. Вот, наверное, с готовыми продуктами еще будет вкуснее. Я имею в виду в плане, если брать какой-нибудь вот этот киш Долорен, этот, который делается. А щука ничего. Лучок тоже не чувствуется. Сладенький, лучше пожарьте его обязательно. Либо кипятком обдайте, в принципе, тоже вариант хороший. Все равно будет пропекаться. Очень прикольная штука. Во всех странах есть разные вариации таких пирогов. И у нас такой какой-то есть, типа там Растегаев, может еще Кикулебяк. Кому понравилось такое видео, кто первый раз на канале не подписался, обязательно подпишитесь. Всем приятного аппетита. Пробуйте, готовьте такие штуки, вариации. С вами был Димас, оператор Антон. Пока-пока, увидимся.